Да, понимаю, бывают такие обстоятельства, а бывает погода, когда все планы рушатся и когда не можешь элементарно на улицу выйти. И сегодня я хочу поделиться с тобой одним очень ценным, ну для меня во всяком случае очень ценным советом, секретом, называй как хочешь. Главное, я хочу поделиться с тобой тем, что на самом деле работает, что помогает исполнять желания, что помогает справляться с жизненными трудностями, что помогает успокоиться, прийти в себя и набраться сил. Прежде всего тебе нужно выбрать, где, ну место, где ты будешь гулять, потому что все это будем делать во время прогулки. Выбирай какое-нибудь тихое место, где нет звуков сирен от, например, скорой помощи или пожарной машины, да. Где, по возможности, мало велосипедистов или празднокуляющих людей или собак. То есть возьми себе, выбери себе маршрут, где тебя никто не будет тревожить, никто тебе не будет мешать. Ну разумеется, не надо прокладывать этот маршрут там километры, километры, километры вперед. Я не призываю тебя, чтобы ты шагал там до деревни Кукуева и ночью и так далее. Нет, конечно, нужно выбирать маршрут очень разумно. Если нет возможности выбирать такой большой маршрут, какой-то такой длительный, то можно остановиться на прогулке по какому-то заданному кругу. Даже если это будет стадион, то есть можно, например, ходить по стадиону по кругу бесконечно. Столько, как будет нужно по времени. Если это не стадион, ну, выбери. Я говорю, тебе же лучше знать, где ты живешь и где есть такой тихий уголок, где можно погулять. Разумеется, не выбирай это ночью. Ну, в общем, ты понимаешь меня, да, как все это делать. Дальше. В эту прогулку не надо с собой никого брать. То есть идти в гордом одиночестве. Первое, что нужно сделать, нужно ходить и проговаривать. Прям разговаривать. Можно в слову. Можно про себя. Как получится. Просто ходить и разговаривать. То, что накипело. Если тебе немножко как-то не по себе, неуютно вот так вот ходить и разговаривать, приложи телефон к уху или возьми себе телефон, как-нибудь его там неси, чтобы, если вдруг тебя кто-нибудь увидит, чтобы не подумал, что идет какой-то городской сумасшедший, да. Ну, как-то, знаешь, на телефон разговаривать вроде проще. Иногда бывает, что на душе столько всего накопилось и даже поделиться не с кем. То есть кому-то это все рассказывать как-то неприятно. Не хочется, чтобы про тебя другие люди знали. Что-то такое. Поэтому вот такие прогулки, они лучше всего помогают. Итак, берешь телефон и рассказываешь телефону, а можно и не телефону, просто рассказываешь, что с тобой приключилось, что тебе не так. подробно, обстоятельно. И вот когда ты все это проговоришь, во-первых, уже даже тогда тебя отпустят, тебе уже будет легче. Но это еще не все. Самое главное, что когда ты вот это все проговариваешь, когда тебе становится уже легче, и когда ты идешь и не знаешь, что дальше сказать, вот просто идешь себе, идешь спокойненько, то посмотри под ноги и представь себе, что ты, благодаря тому, что ты двигаешь вот так вот ногами, ты вращаешь эту планету. Ну вот представь себе, что планета, это шар, который под твоими ногами крутится. Конечно, это очень огромный шар, и его величину трудно себе представить. А ты на этом шаре всего-навсего пылинка. Но ничего страшного, даже пылинки бывают очень сильные, и ты тоже очень сильный, потому что ты реально можешь двигать, вращать этот шар, шар земной. И когда ты идешь, то земля поддается и крутится благодаря тебе. Если ты остановишься, то и земля может остановиться, может тебя представить. Вот когда ты идешь, она крутится, ты идешь вперед, она крутится назад, да? Представляй себя на шаре. Если ты поворачиваешь в сторону, то земля тоже поворачивается. Вся вот эта огромная масса, она просто начинает крутиться в другую сторону, совершенно в другую. Это так завораживает. Получается, что ты от того, как ты двигаешь эту землю, туда она и крутится. То есть ты идешь, земля крутится, ты стоишь, земля стоит, ты идешь направо, земля крутится налево, ты идешь налево, земля крутится направо. Представляешь? Представляешь? Просто представь в своем воображении, что ты такой силой обладаешь. Ты можешь все, ты можешь крутить эту землю, куда хочешь, и ты можешь крутить ее до таких пор, пока не поймешь, что все в твоих руках, все в твоих ногах, все в твоем теле, все в тебе. Потому что именно ты волшебник, ты творец собственной жизни, которую ты строишь определенным образом, нужным тебе. Ты притягиваешь те обстоятельства, которые нужны тебе. И события происходят только потому, что ты их притягиваешь к тебе, а не к тебе. Ты стремятся именно те, которые тебе нужны. Есть такая фраза, не гоняйтесь за деньгами, идите им навстречу. Вот, что ты хочешь в твоей жизни представь. А теперь представь, что ты идешь к этому навстречу. И ты идешь, идешь, земля двигается, крутится. Ты представляешь, огромнейшая земля вращается только из-за того, что ее вращаешь ты. Потому что в тебе невероятная сила заключена, которая может все. Ты можешь все. Ты можешь все. Ты можешь крутить планету. Ты можешь привлекать к себе любые обстоятельства, любые события. Ты можешь уходить от любых ненужных событий, от любых ненужных людей в твоей жизни. Ты можешь уходить. И когда ты идешь, и ты двигаешь эту землю, то представь себе, что с этой земли сваливаются куда-нибудь в космос, в бездну. Сваливаются те люди, которых ты не хочешь больше видеть в своей жизни. Те события, которые плохие, которые ты не хочешь больше с ними сталкиваться лоб в лоб. Пусть они. Вот ты идешь, идешь, ты вращаешь, вращаешь, вращаешь эту землю. А все, что не нужно, оно с нее падает. Понимаешь? Ты как будто бы на большом жаре. И когда ты вот этот жар своими шагами вращаешь, 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 то когда вот эти события или люди попадают туда, где низ у этого жара, то они с него скатываются, а ты всегда наверху этого жара, ты идешь, ты двигатель этого жара. Благодаря тебе жара вращается, и ты можешь идти туда, куда хочешь, к тому, к чему ты хочешь. То, к чему ты стремишься, приближается к тебе, приближается по мере твоих, по мере прохождения тобою какого-то расстояния. Благодаря твоим шагам твоя жизнь становится такой, какой ты ее себе хочешь, какой ты ее себе давно-давно загадывал. Вот иди, ходи и понимай, что это именно так и происходит. И тогда у тебя обязательно все получится. Если получится, если ты потом когда-нибудь еще, я думаю, что ты придешь еще ко мне на канал. Так вот, когда ты в следующий раз придешь ко мне, то напиши, пожалуйста, в комментариях, что у тебя получилось. Договорились. Хорошего тебе дня, хорошей тебе прогулки и исполнения всех твоих желаний. Пусть твоя жизнь станет лучше. Пусть ты станешь сильнее, умнее, спокойнее и радостнее. До новых встреч.